Мы должны понимать, что вот премьер-министр второй год подряд боится прийти в парламент со своим обязательным отчетом. Потому что, знаете, как бумага, все выдержит. Вот он тут подготовил свой звит, и, безусловно, там можно написать все, что тебе понравится, ходить на ток-шоу и рассказывать, и убеждать себя, что у нас все хорошо. Ну, как говорится в пословице, сколько ни кричи, халва во рту слаще от этого не становится. И лучше всего ответ по темпам роста, экономическому особенно, дадут люди на улицу, если просто выйти и спросить, да вот как вы живете сейчас? Как сегодня большинство пенсионеров Украины находятся за гранью бедности? Как по оценкам Министерства социальной политики от 7 до 9 миллионов людей уехали сегодня работать за границу? Как сегодня прожиточный минимум, который даже по оценкам Министерства социальной политики в два раза больше, чем того, что принято в бюджете на 2019 год, может реально поддержать и защитить людей? И та пенсия минимальная в 50 долларов, которую платит правительство, может сегодня действительно свидетельствовать о тех колоссальных достижениях. Не говоря уже о тарифах, абсолютно бездарных сегодня формулах формирования цены на газ и о том грабительстве, в котором сегодня, к сожалению, участвует правительство и при этом еще имеет наглости нам заявлять о своих экономических успехах. Дякую.